МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Качественная замена. Лехпромразвитие начало производство отечественных мединструментов. Старые технологии, они энергозатратны. Какие составляющие у импортозамещающего продукта? Ва-банк с законом. Бобручанин обманул своих подчиненных на 368 тысяч рублей. Одних потерпевших фигурант сумел убедить лично заключить договоры. Зачем ему столько денег? На закатке и не только. На Горького продолжает работу сельскохозяйственная ярмарка. Баклажаны покупали. Капюшку, баклажаны и перец хотели. Что привезли фермеры. А также работа в Южном регионе и погодные фортели. Госавтоинспекция предупредила горожан о сложных метеоусловиях. Откуда дует ветер? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Курс на развитие. Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил Брестскую область. На повестке – вопросы завершения уборочной кампании в стране и области, мелиорации и оснащения специальной техникой, семеноводства многолетних трав, организации образовательного процесса. Первая локация – ОАО «Парахонская», которая располагается на бывших болотах. Улучшение земель здесь проводили 10 лет. Предприятие начало развиваться. Занимается производством мяса и молока на собственной кормовой базе. Одним из последних перспективных проектов стал завод по производству травяных гранул. Он ежегодно заменяет своей продукцией более 4 тысяч тонн закупаемого зерна. Притом себестоимость вдвое ниже. Вы нам люди не чужие. Я в свое время вообще тут весну и зиму проводил. В Лясковичах жил, вы знаете. Я и сейчас часто бываю. Я уже почти полешук. Что касается полешуков, я не в обид другим говорю, это белорусы. Вот самые настоящие белорусы – это здесь. В стране уже все к этому привыкли. Трудолюбивые, красивые, разумные, в меру пьющие. Умеют рыбу ловить, скот, растить молоко. Все умеют делать. Я искренне отношусь с уважением к полешукам. Но это наша земля. И это моя благодарность вам. Также в маршруте президента – посещение средней школы. Там разговор зашел и о подготовке кадров для АПК. Ради повышения престижа сельскохозяйственной профессии здесь работает профильная группа аграрной направленности, проводятся специальные факультативы. Все тайные. Стали известны подробности расследования о мошенничестве. Главный механик одного из предприятий Бобруйска обманул 35 человек и три банковских учреждения. 34-летний мужчина завладел деньгами на общую сумму более 360 тысяч рублей. Всего выявлено 98 фактов хищения. Мошеннические схемы Бобруйчанин применял ради игр и ставок погашения подоходного налога. Одних потерпевших фигурант сумел убедить лично заключить договоры на долгосрочные потребительские кредиты, обещая гасить задолженность по проценту. У других брал мобильный телефон под разными предлогами и оформлял кредиты онлайн без ведома и согласия владельцев сим-карт. У третьих брал деньги в долг под расписку. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, у фигуранта выявлено заболевание – патологическая склонность к азартным играм. Однако Бобруйчанин мог сознавать значение своих действий и руководить ими. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции – не беда. Малые, средние и крупные предприятия страны отказываются от импорта товаров и занимаются выпуском белорусских аналогов. Бобруйские организации активно включились в работу. За пару лет сразу несколько полезных качественных новинок, отечественные сборки и наполнения. Одна из последних разработок – стоматологические инструменты. Виталий Гаврусев о проектах и возможностях. Один из лидеров бобруйских производителей, предприятелях промразвития – пример экономического развития по программе импортозамещения. В компании активно развивается несколько крупных направлений. Изделия торговой марки Бероси из нового полимерного материала технологии «Летя под давлением» представляют собой удобные, полезные, практичные и функциональные предметы для дома. В контейнер он не бьется. В отличие от полистирола, продукт из данного материала не боится ни тепла, ни холода. Он выдерживает до минус 60 и до плюс 100 – это кратковременное воздействие. И до плюс 120-40 – это длительное воздействие. История торговой марки «Экотек» началась в 2009-м. За это время продукция хорошо зарекомендовала себя в эксплуатации. Рост позиций на рынке достигается за счет постоянного мониторинга рыночной ситуации, профессионального менеджмента, а главное – реализация только высококачественной продукции. Пример – пластиковые водоотводные лотки с решетками. Она выдерживает вес 25 тонн. Вот здесь указаны ЕСовские стандарты и нормативы. При испытании аналогичной немецкой решетки, сделанной из щегуна, она не обеспечивает заявленные характеристики. По цене эта решетка на 40% тяжелее. И производится это у нас. Из белорусского сырья, сделанного в Гродинской области. Еще одним из приоритетных направлений стало производство устройств для вентиляции в помещениях. У истоков разработки в 2018-м стояли инженеры, маркетологи и специалисты компании «Легпромразвитие». Старые технологии, они энергозатратны, и они не столь эффективны, как современные децентрализованные системы вентиляции. Они позволяют экономить бюджетные средства при строительстве школ, больниц, офисов больше, чем в 2,5-3 раза, а также снижать эксплуатационные расходы на топливно-энергетические ресурсы для обеспечения воздухообмена более чем в 5-7 раз. Торговая марка «Тревита» – одна из новейших ориентаций компании. В 2023-м на предприятии основали специализированный участок для разработки и изготовления инновационных решений, которые повышают эффективность и комфорт работы стоматологов. При финансовой поддержке государства спустя год линия готова к производству медицинских расходных материалов – 200 штук в минуту. Годовую потребность страны предприятие закроет буквально за 3-4 месяца. Выход на российский рынок планируют в апреле 2025-го. К слову, продукция на 30% дешевле итальянского и на 10% – российского аналога. Мы выбрали медицинское направление как одно из перспективных в рамках импортозамещения. Данный продукт не изготавливается на территории Республики Беларусь. Мы первые. Сначала процесс экструзии, получение непосредственно самой трубки. Литье под давлением – это колпачок. Далее процесс сборки и упаковки. Все процессы автоматизированы. И обслуживает данный процесс три оператора. Среди приоритетов компании – пошив спецобуви и одежды для предприятий машиностроительного, нефтегазового и энергетического комплексов. Лехпром развития сегодня – это успешное и стабильное предприятие не только города, но и страны. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360. И в дождь, и в сумерки сотрудники ГАИ провели рейды вблизи пешеходных переходов. Основное внимание – к пропуску пешеходов. С изменением погодных условий увеличился риск ДТП на нерегулируемых участках. Особенно много с участием велосипедистов. Автоинспекторы в очередной раз напомнили о безопасности. Профилактические беседы, листовки, фликеры – для всех, кто выходит на улицу. Госавтоинспекция призывает пешеходов и велосипедистов позаботиться о своей безопасности. Во время осадков и в темное время суток следует носить световозвращающие элементы и следить, чтобы они были заметны. Велосипеды, в свою очередь, в таких погодных условиях должны быть обозначены фонарями, излучающими белый свет спереди и красный свет сзади. Пересекать дорогу тем и другим участникам дорожного движения нужно исключительно в разрешенных местах. Убедившись, что водители вас видят, остановились и пропускают. С начала года в Бобруйске произошло 35 ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения. 34 человека получили ранения, один погиб. Также зафиксировано более 2000 непропусков на переходах. Пополнить кладовую. В эти выходные в Бобруйске продолжит работать сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». Традиционное место проведения вдоль 41-го дома Погорького. Порядка 60 фермеров готовы предложить свои товары покупателям. В среднем за кило картофеля до полутора рублей. Морковь, свекла и лук по той же цене. Килограмм клюквы – 10, мед – от 8. Продукты для себя найдет каждый. Запас на сезон. Картофель как бы, яблоки, орех. Баклажаны покупаем. Капушку, баклажаны и перец хотим. Традиция ярмарка все-таки, но как-то все равно идешь на ярмарку. Часто ходите? Каждый год. Ярмарка, напомним, продлится до 10 ноября и будет работать каждые выходные с 9 до 15 часов. С иголочки. Нынешнее поколение не упускает возможности выглядеть на все 100. Поиск собственного стиля – дело непростое. Где в Бобруйске закупиться модной одеждой по карману и как создать незабываемый образ и что в тренде этой осенью. Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok